Рейн передавал привет Максу Заримову. Быть нам не может. Коллеги, здравствуйте. Мы будем работать этим быстро, потому что мало времени, катастрофически. Наверное, ему надо представлять легендарную фэй-метал-группу из Германии, Rage. С нами Питер Павлер. Будем так. И, Виктор, здравствуйте. Я бы хотела задать первый вопрос, чтобы Вы немного рассказали об этом туре, как Ростов-на-Дону оказался в числе этих городов и как встречает российская публика. Это, наверное, самый длинный тур в истории Рейн. 10 концертов. Планировалось один, один сорвался. Мы очень уделены, что все прошло довольно хорошо. Я, когда первый раз показывал города, куда мы ездим в Киеве, он долго искал FK, там Дальний Восток, Сибирь, и Кабабай. В основном так прошло все прекрасно. Мы заканчиваем российским туром и заканчиваем мировое турное. Вот они все по всей Европе, Азии. В поддержку последнего альбома, 21. И, в принципе, все почти хорошо. За исключением последних дней что-то очень себя напрягает. Я думаю, Краснодар мы больше никогда не посетим, потому что прошло все ужасно. Очень жалко, что конец тура на такой минорный иконик в ноте проходит. Конечно... Что расстроило эссентя? Расстроило просто все. Кроме фэнов, которые пришли на концерт, купили билет, и хотели услышать нормальный звук, нормальный концерт. Организация... Просто нет слов, в шоке. Вы говорите, вот Питер немножко как побаивался, что из-за города российские... Нет, ну просто на самом деле там в Германии, когда говорят об Иркутске или Хабаровске, то им трудно представить, что там... Кроме сибирских медведей, что-то еще есть. А можно перевести его впечатление от российского случая? Рассказ либо... ...был сам путь в Танине, ...был сам путь в Сибири, или... ...был сам путь в Танине. И это самое? Ну, это многое нравится, где вы? Мне очень интересно, для него это новая земля. Ну, что бы... ...вы... ...воскли сошлись... Ну, а не трудно было представить, насколько велика на самом деле эта страна. И насколько современно люди живут там... Ну, что он в Дальнем Востоке. Это чудесно. Для него это новый мир он открыл, и то, что разницы, в принципе, никакой нет. То есть те... У многих немцев Сибирь это такое... Ну, конец света. Он был удивлен, что на самом деле там все круто. И... На самом деле прошло все прекрасно. Мы боялись... Боялись той стороны, а... Приходится бояться, что здесь. Боялись, когда его отличается российского получения и немецкого? Белый чемпион или юндец или фарм? Ну, это шикферик. Фенс. 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 Коррес. Фенс. Фенс. Ну, разницы нет большой. То есть, он как бы... Я позитивно удивлён, что все такие эмоциональные. Я могу подтвердить, что на самом деле так дропы бушевали перед сценой, что их два раза больше. Максим Черкашин, 161.1. Скажите, а вот Ростов заключительный город, да, ваша мотовная? То есть, а будет когда программа изменена или всё будет в штатном режиме? Ну, как поставить точку в российских гастролях? Всё это, честно говоря, будет зависеть от того, что сейчас ожидает нас на сцене. Потому что вчера мы укоротили программу из-за того, что мы просто не могли делать. Технические проблемы? У нас было 100 вольт на микрофоне, в наших техниках чуть не углубивало, потому что не заземлена была вообще половина аппаратуры. Мониторы горели во время концерта, у нас горело два усилица там. Просто все были в ужасе. Вообще я не понимаю, как можно так издеваться над фэнами, которые покупают билеты. Я всё не понимал, потому что мы в форуме читали высказывания некоторых фэнов, которые писали, что мы с Лоросом пришли бы на ваш концерт, но вот этого места мы не пойдём. Я всё же думал, что это за место такое. Тогда мы туда приехали, и я понял, что… А вот вы сказали, что один конкрет не состоялся. По какой причине? По причине очень. Невыполнение контрактов, невыполнение райдеров, невыполнение очень-очень-очень многих условий ставок. И когда люди просто балуются этими бумажками, там, будем концерт делать, концерт не будем делать. То, что у нас билеты куплены, то, что группа ездит, то, что всё запланировано, то, что люди покупают билеты. И на тревогу. Ещё, пожалуйста, вопрос. Никасий Горбусев, а когда он скажет, какими проектами вы сейчас работаете помимо Рэйдж? Какие ваши планы сотрудничества с российскими? На данный момент, честно говоря, помимо Рэйдж очень мало проектов. Просто нет времени, потому что у нас с Рэйдж очень много работы, у нас был очень длинный тур, и мы готовим ещё второй наш, как бы, проект, это второй Lingua Mortis Orchestra будет. Мы на последнем огне разделились с оркестром. То есть всё, что Рэйдж раньше собирала вместе с оркестром, сейчас это будет как две группы. Рэйдж остаётся чисто металлическим, без клавиш, с оркестра. Всё, что с оркестром, будет выпускаться как новая группа Lingua Mortis Orchestra. Поэтому у нас сейчас очень много работы с этим проектом. В следующем году мы будем делать презентацию, и будет выходить новый альбом, специально написанный для сотрудничества с оркестром. Поэтому у меня просто не остаётся время, я год не могу уже закончить свой альбом. С российскими группами сейчас, на данный момент, никаких сотрудничеств нет. Чисто из-за времени просто. Много предложений, много, на самом деле, очень интересных предложений. Очень много интересных групп, но не хватает времени. Последнее то, что я записывал для других групп, это Lix Ice группа, я оркестровку записывал. Сейчас вы просите, новый альбом будет тоже с моим аркестром. Я продюсировал очень интересную новую группу из Чехии, группа Seven. Ну вот я подписал им контракт, пришлюсь в турне. Они сейчас, скажем так, вошли в обойму, и всё хорошо. А по поводу сотрудничества с группами из России. Ростовская группа Devil Tears писала вам своё видение в вашей песне «Mira in your eyes». Вы послушали, как… Нам очень понравилось. Нам очень понравилось. Мне понравилось. «Mira in your eyes» и «Cover in your eyes» и «Cover in your eyes». Нам, на самом деле, понравилось. Очень прикольно такое своё видение. Планировалось. Вообще затея была у меня такая, сделать трибют российский, чисто российские группы, которые собирали в нашей песне. И, в принципе, очень многие группы отозвались. И альбом уже начал собираться. И, к сожалению, в среди максимум, компания, которая хотела их выпускать, большие. Ну, будем ждать. Можно вопрос к Виктору? Неизвестно, что коллекционирует черепах. Откуда взялась такая привычка? И нет ли у него желания привести что-то вроде своей мастерки? Ну, на зангле. Меданец, ну, как зовут. У меня в задании друзей, я понял. Когда ему пять было, он начал баловаться этим. Вот. И у него есть планы готовить выставку. Он был рождён для этого. Вот. И ему это всегда нравилось. Мне нравится. Хотелось продолжить тему увлечения. Вот, Виктор, вы ещё раз погонщите, да? Насколько вам известно, да? А скажите, вот, а как вам удается совмещать? Вы говорите, время не хватает. Уже выступаете как-то чемпионат в Германии? С какими командами страничными? Дело в том, что просто иногда нужно отличаться от музыки. От количества нот может плохо стать. Поэтому нужно как-то отличаться, чтобы набраться энергии. То есть, для меня спорт, с одной стороны, конечно, очень, ну, довольно профессионально, когда я этим занимаюсь. И, естественно, это и много тренировок. Но это хороший отдых от музыки для меня. И это держит меня в форме. И для музыки тоже. Вот. И, на самом деле, эта концентрация автогона, это мне очень, ну, как бы, очень легко отключаться от музыки. То есть, если я просто там отдыхаю где-то, еду куда-то там на море, я продолжаю в голове работать. И, там, если я дома сижу, там, выходники, то я все равно там, какие-то там, какие-то мысли подкрадываются, хочется что-то записать. А в спорте там особо на другом не сконцентрируешься. То есть, у меня довольно профессиональные контракты там, я начинаю в Германии в ралли, в кольцевых конкурс параллельно участвую. И это заводские команды, за которые я езжу. То есть, за какой это чемпионат? Не ДТН? Это туринг-вагон на длинные дистанции. Занки наружевание. То есть, от 4 до 6 часов. И один раз в году 2-4 часа в армию. Одна и самая-самая крупная пыль. На нём был. Вот я там 8 раз уже выступал. То есть, это очень серьезный чемпионат. Очень опасный, очень напряженный. И вот сейчас я ещё в ралли тоже начал участвовать. Сейчас чемпионат мира даже был в Германии. Очень интересным было. Вот. И сейчас готовлюсь в ноябре. Будет очень сложная гонка в Мексико. Будет в ралли по пустыне, на баги. Детельная гонка. Очень сложная. Удачи. Спасибо. Александр Джет, у меня к Вам вопрос. Каким образом рождаются тексты Ваших песен? Тем более, учитывая настолько разноплановые темы, которые берутся. И в частности, как родился Саундчейсер? Вы можете рассказать про Саундчейсер? И вообще о твоих текстах? Да. Да. Ну, Саундчейсер. 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 Он взял эту идею и у нас была съемка DVD. Мы думали, как сделать графику и и создалась эта идея. Саундчейсер, насколько я помню, проскакивает на вложках почти всех альбомов? Или вообще всех? Это... Как существо. Саундчейсер был в 19-м контенте альбомов. С 1988 года. То есть, практически. Ну, с третьего альбома там уже постоянно используется это. Ну, в разных фит меняется. Постоянно используется. И, в принципе, все тексты, которые пишет, это, ну, как бы, скажем, взяты из его жизни. То, что он пережил, то, что он услышал, то, о чем он думает, что его волнует. Там на новом альбоме тоже там есть тексты, которые там ответны о его жизни, о его отношении к его отцу. И, в принципе, в принципе началось очень просто. Мы сидели на репетиции, писали песни, и кому-то пришло в голову считать альбомов. А альбом 13, который был до этого, не боитесь роковой связи? Нет. Нет? Нет, мы просто насчитали 25 альбом, и у меня сольные гастроли были по Америке, как раз были концерты в Лас-Легасе, там веселились в казино, и поэтому... А, ну да, ясно. Перешли на тему Black Jack, то есть 21 это название игры. Вот, и как бы потом развили эту тему дальше, что, в принципе, вся наша жизнь – это игра. И музыкальный мир тоже игра, и мы делаем ставки, и что-то рискуем, проигрываем, там, подписываем контракт, и все это, в принципе, жизнь – это игра. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Виктор, а вы славянскому языку не пытаетесь учить коллег по-русски? Трудно, трудно. Пытаюсь, и читает практически свободно, уже никто понимает, что читает, но... По-русски? Да. Ну, и факт, конечно. Видите, наверное, какие-то такие связи с анализом. Я бы вообще не выразился. Читать он практически все может, но пока не все понимает. Да. Вы говорили о фанатах. Как группа Rage поддерживает отношения с всеми фанатами? И не о телевидении. Ну, как поддерживает? Ну, естественно, на концертах, на гастролях поддерживает. Естественно, не встречаемся. Так, если на фестивале встречаемся, конечно, можно только вместе вместе. Мы, скажем так, мало сидим в интернете, не пишем там в этих всех форумах, не участвуем, особо время на этом у нас нет. Да, фэны меняются. Вообще удивляет, что очень много молодой публик добавляет состава. То есть у нас практически разбежка там с 14-ти до 60-ти. И это делает интересным. Потому что у нас история группы 28 лет уже маленькая. И я думаю, что это очень важно иметь молодую публику. Потому что когда публика омолаживается, это говорит о том, что новый материал интересен и нравится. Ну, вопрос. А вот смотрите, какая ситуация складывается, что очень много немецких групп, которые уже долго играют, скажем так, «Скоро», «Идио», «Аксэп». То есть вы, да? То есть есть какой-то секрет? Это именно немецкая музыка? Или почему такое происходит? Как удается так долго поддерживать? Понятно, что все группы поют и на английском. Ну, секрета, в принципе, нет. Только там, которые посвятили себя, скажем, свою жизнь музыке, они с удовольствием продолжают заниматься. Для нас это не работа, для нас это жизнь. То есть это, скажем так, это публика, которая перерастала в профессию там. Ну, знаю только по основным хитам. Знаю же все-таки по основным хитам, которые были еще из 80-х, но эти же хиты были какие-то или на новую музыку? Публика приходит на новые. Если у нас хиты какие-то есть, скажем, там, из старых, то это… Пару песен, которые… Ну, новое поколение, которое приходит на нас, они вообще их не знают. Мы пытались некоторые туры играть много старых песен, народ вообще не понимал, что это такое. Люди, которые начинали в 80-х годах, старые, слушать, они их знают. А новое поколение вообще не знают. Новое поколение растет на новом материале. Поэтому есть группы, которые там… Играют постоянно старый материал и постоянно хиты одни и те же. И у них проблемы, потому что будет одна и та же старая публика, и уже эти хиты уже… Сколько их можно слушать? Ну, каждый тур играть все хиты подряд, сколько можно их играть? Поэтому… Я думаю, что у нас как раз энергия приходит от того, что мы записываем материал, который нам нравится, мы играем материал, который нам нравится, мы постоянно играем новый материал, потому что зачем его тогда записывать, если его не играть? Тогда можно бросить выпускать альбом. Ну, если играть старые хиты, ездить как кавер-группы. Поэтому у нас и удовольствие продолжать, и энергия берется, потому что нам интересно заниматься, что-то новое искать, что-то новое записывать, это, естественно, живем делать. Ну, естественно. А сколько еще планируете продолжать? Может быть, какими-то авторитами быть, если у нас другие? Пока здоровье не сломает. А вот можно у Пиви перевести, когда в конце 80-х участники коллектива, которые зачаровались, покинули группу. Почему он решил продолжать? Он так верил в будущее? Или... Он не знает, что еще делать. Чему он должен прекратить играть, если кто-то ушел? Им надоело играть в метал, они пошли и начали продавать свои задницы по бизнесу. Потому что им там больше дали денег. Ну, это Крэйзи Блога. Они там поиграли два года, компания свои деньги обратно не получила, и их выкинули на фиг. А ты как играл свое, так и продолжаешь играться. И они там поиграли. Тем более, что... А это Виталий Фуктокен. Слышим. 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 Повсеместно. Вот. Не понял. Вы играете либо на какой-то своей узкой такой, что называется, для своих фанатов исключительно, либо, может быть, ваш вклад в хейерметал настолько силен, вы чувствуете, настолько силен, что... Мы, вот честно скажу, об этом не думаем. Мы просто играем, что нам нравится. Мы сочиняем песни как нам нравится, и играем так, как нам нравится. Мы не думаем, что будет лучше продаваться, что будет продаваться, какие стили. Мы, в общем, сцены, в такой стили. Не хожу и в пластичный, то это вообще не сложно. Поэтому нам неcraся. Скажут ли мы сейчас в определенную сторону, или мы, если мы в новой лице выберем так, что мы можем делать? Как мы решили сделать это, что мы хотим? О, что мы не хотим. Вы знаете, что у нас естьaz NFS. И что ты уже нет. Если у нас в Touоке была очень эфикация, ну, что он не понимал, то есть ты уже не знаешь, И как раз он говорит, что мы попробовали очень много стилей, то есть Rage, скажем так, за 21 альбом очень много прогрессировал и какие-то, ну как сказать, поиски были, и мы этого не боимся. Есть группы, которые рубят одну песню всю жизнь и боятся шаг в сторону сделать. Как раз вот этого мы не боимся, мы всегда ищем что-то новое и не стараемся придумывать какой-то новый стиль, мы просто стараемся не изменять себе и играть, что нам нравится. А как это потом будут обзывать, каким стилем это уже для прессы? Еще? Нет, последний вопрос нам дается. Сколько лет Пиве отращивается у чудесных бородок? Он уже раз 6-7 его обрезал, бородка обрезал, поэтому трудно сказать, он растет уже очень долго. Сейчас после тура он собирается и обрезать, и отращиваясь по новым. Ну вообще работы и концертов много, так ли? Очень много, очень много концертов. Это основной любитель, который забирает чего-то неправильно. Нет. Мы стараемся разделить их нас пополам. То есть студия, студийная работа, композиционный какой-то процесс и концертный. Мы стараемся не перебарщивать, работа очень хватает, много ее и удовольствия. Поэтому, честно говоря, вот такие последние два концерта, как вот эти, просто врагу мы их видим. Один про то, что было? Даже, не знаю, сколько их там было, но просто вообще нет желания больше такие предложения получать и на них реагировать. А вы говорите, что вы не пользуетесь интернетом, вас в этом молодежь не знает. То есть вы, соответственно... Ну, если бы она их не знала, она не приходила бы на концерт. Если она приходит на концерт, значит она знает. Понятно? Ну да, ну то есть, соответственно, сейчас же все-таки развивается, да, мир, и технологии развиваются, и появляются другие способы передачи, правильно? Ну какие? Ну помимо того, что здесь то же самое, iTunes там. iTunes, правильно, вся молодежь скачивает все это на шару, а потом удивляется, что молодым группам не подписывают контракты. Вот это вот бред интернетовский, это как раз мобила для музыкантов молодых. Потому что из-за того, что все на шару скачивается, никто не подписывает никаких контрактов, никаких астрских прав, нет. Вот они поэтому убивают всю молодежь. Но с другой стороны, человек может выложить свой клип на YouTube и минимум просмотром, просто... Ну, проще пробиться, чем через... Какие лейблы, какие-то студии. Какие лейблы, ребята, какие лейблы? Проблема в том, что право повсеместное, только с Россией? Везде, потому что интернет, у него границ нет. Он выложит видео дальше, его все посмотрели, подальше. Смотрят друг друга. Как стал известным? Как стал известным? Где покупать, взять деньги, записать альбом? Где записать скачатый альбом? Где его выпустить? Как сделать так, чтобы альбом был во всех магазинах? Кто этим будет заниматься? Есть предложение? Не знаю. Вот. Нет? Поэтому, если вот YouTube, iTunes, это могила для всех молодых музыкантов. Потому что поддержки от издательств нет и не будет в этой стране особенной. Потому что привыкли все украсть. И вот пока будут красть, ничего не будет. Я уехал 25 лет отсюда, и тогда было тяжело, поэтому я уехал. Так вот, приезжая после 25-летней паузы, я вижу, что здесь сейчас еще хуже стало, чем было. И то, что мне очень жалко музыкантов, которые пытаются что-то, дергаются, рыпаются что-то делать. И это просто катастрофа. На Западе же только не всех живут расстаться с первыми объятиями, правильно? Если кто-то что-то может, все подписывают контракты, работают. Там есть налаженная структура рабочая, как работать, там есть авторские права, не такие, как Урал. Там работает нормальная машина, то есть там нормальные концерты, гастроли, менеджеры, там все. Там поддержка, фирм, там вкладываются деньги молодых, у них есть возможность пости в студию и списаться. А здесь где побольше упрасть? Вот так и продукт, сам иначе, музыканты бедные вот так вот сидят, кто-то ничего не получается ни в кого. Вы просто по РАУ, по Российскому. Вот у вас концерты в России, действительно, есть ли отчисление российского? Из РАУ, я ни одной копейки никогда не видел. Вы с прокатчиков сами берут деньги? Они с прокатчиков берут и покупают новые машины. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Спасибо.